Американский предприниматель Генриетта Хоулэнд Грин, урожденная Робинсон, известна как самая богатая в мире женщина своего времени и до наших дней включитель. Гетти, как все ее называли, была успешной деловой женщиной, которая имела огромное влияние на Уолл-стрит. Городское правительство Нью-Йорка не раз обращалось к ней за кредитом, в том числе и во время банковской паники от 1907 года. Но, несмотря на свое баснословное богатство, Гетти была фантастически жадной. Существует множество историй о ее скупости. Например, она никогда не включала отопление и не пользовалась горячей водой, носила единственное старое черное платье, а новое нижнее белье покупала только когда оно полностью изнашивалось. Замраченный наряд и склочный характер Генриетта Грин получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит». Она не мыла рук, ездила в старом экипаже, питалась в самых дешевых ресторанах, предпочитая в основном пироги по 15 центов. Женщина, чье состояние оценивалось в десятки миллионов долларов, в среднем тратила на еду не больше пяти долларов в неделю и жила с детьми в дешевых меблированных комнатах под вымышленной фамилией. Часто переезжала с места на место, чтобы сбить с толку налоговых инспекторов. Одна из историй утверждает, что Гетти полночи искала в экипаже потерянную марку стоимостью в 2 цента. Другая, что она поручала прачке стирать только самые грязные части платья, чтобы сэкономить деньги на мыле. Она приходила в местную Бакалею, чтобы купить поломанное печенье, которое стоило дешевле, а также, чтобы получить бесплатную кость для своей собаки. Но самым ужасным подтверждением скупости стала история с ее сыном, когда он сломал ногу. Гетти, чтобы не платить врачам за лечение, обратилась за бесплатной медицинской помощью в клинику для бедных. В итоге ребенку пришлось ампутировать ногу, и мальчик стал инвалидом. Когда же сама Гетти нуждалась в операции по удалению грыжи, то отказалась от нее, чтобы не платить 150 долларов. И это несмотря на то, что ее состояние на тот момент оценивалось в 2 миллиарда долларов в пересчете на сегодняшний день. С возрастом Гетти стала бояться покушений, и к редким знакомым приходила с собственной едой. А получив лицензию на ношение оружия, она уже никогда с ним не расставалась. Автомобили, как и любые предметы роскоши, Гетти отвергала, приговаривая при этом, «Иисусу Христу для перемещения было достаточно осликов». Умерла она в 1916 году от сердечного приступа, а состояние на сумму более 4 миллиардов долларов по нынешнему курсу в равных долях унаследовали двое ее детей. Сын, вырвавшись из-под материнского прессинга, довольно быстро растратил свою часть. А бездетная дочь Сильвия посвятила себя благотворительности. Во всех изданиях книги рекордов Гиннеса, в разделе «Могатство» и сегодня можно увидеть фотографию Генриетты Грин с подписью «Величайшее в мире скряга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова